В чем показатель эффективности работы власти? Как должны развиваться сферы образования и здравоохранения? Актуальные вопросы обсуждают выступающие на дебатах, этапе, обязательном для всех желающих принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», в рамках которого будут сформированы списки кандидатов на выборы в Московскую областную и Государственную Думы. Здесь будущие кандидаты, подавшие заявку на праймерис, могут высказать свою точку зрения на перспективы социально-экономического развития страны. В Щелковском районе дебаты стартовали 2 апреля и продолжаются каждые выходные. В очередной встрече приняли участие претенденты, зарегистрировавшиеся на предварительное голосование в качестве кандидатов в Московскую областную Думу. Темой стала социальная политика, как показатель эффективности работы власти. Все, что запланировано бюджетом, в первую очередь социальные программы, они реализуются в полном объеме и люди видят результаты. Это, на мой взгляд, самый лучший показатель эффективности работы власти. Каждый участник будущих праймерис должен выступить минимум на двух дебатах. Здесь претенденты рассказывают об основных аспектах своей программы и отвечают на вопросы жителей. Участвуют как опытные политики, так и начинающие. Так, председатель комиссии общественной палаты Московской области по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни известная спортсменка Ирина Слуцкая, планирует участвовать в выборах в Московскую областную думу впервые. Все мы вас знаем как знаменитую спортсменку, но что вы сможете сделать в качестве законодателя? Так как я являюсь членом общественной палаты, сейчас уже начали прорабатывать многие вопросы. Один из основных вопросов этих отраслей является нехватка кадров, потому что все мы понимаем, даже при самом современном оборудовании и достаточном количестве больниц, залов, мы все равно ничего не сможем сделать, если у нас не будет квалифицированных специалистов. Ирина Слуцкая отмечает, что хотя считает спорт своим профильным направлением, как депутат планирует заниматься развитием социальной инфраструктуры в целом. То, что меня интересует сфера здравоохранения, образования, безусловно, спорта, это основное то, что я бы очень хотела поддерживать и развивать. Остальные, конечно, темы их тоже не забывают, это и ЖКХ, и строительство дорог, и так далее. Это тоже обязательно будет в моей программе. Такие встречи, как отмечают участники праймерис и жители, помогают не только познакомиться поближе, но и понять, какие вопросы действительно актуальны и требуют скорейшего решения. Сегодняшняя тема – социальная политика. Она очень важна и актуальна в наше время. Поэтому, конечно, проведение такой формы дебатов очень интересна форма и эффективна. Посещаю уже третьи дебаты, на тех выходных присутствовала, на этих, и действительно получаю ответы на многие вопросы, потому что темы, которые здесь поднимаются, они очень актуальны. Это экономика, экология, сельское хозяйство и образование. Это касается нашего будущего. Паймерис состоятся 22 мая и пройдут по открытой модели. Проголосовать за участников сможет каждый желающий. На основании результатов голосования будут сформированы списки кандидатов, выдвигаемых партий на выборы в областную и Государственную Думы. Александр Гранич, Михаил Черепанов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».